Безопасность отдыха, пожалуй, одна из самых актуальных летних тем. Сегодня на центральном пляже сотрудники Минздрава давали открытый мастер-класс по спасению утопающих. Как действовать в экстренной ситуации и оказать первую помощь, теперь знает Ирифат Фадкулин. Открытый мастер-класс собрал вокруг себя немало людей. Всем полезно знать, с помощью каких методов можно обезопасить свою жизнь и жизнь своих близких. Первая медицинская помощь – самая важная часть спасения утопающих. Если человек без сознания, нет пульса или дыхания, надо освободить легкие. Как только из дыхательных путей выйдет вода, необходимо перевернуть пострадавшего на спину и начать делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Плечи поближе, перпендикулярнее. Лучше подойти поближе к торсу. То есть бояться его не надо. Здесь вы, спасатель. И начинаем делать компрессии грудной клетки. Как мы их делаем? Запомните одно соотношение и забудьте все остальные. 30 к 2. Считаем десятками. Голова должна лежать ровно и быть чуть запрокинутой. Как только спасенный придет в себя и начнет дышать, его нужно положить на бок и укрыть. То, что учили в школьные годы, уже давно забылось. И сейчас просто мы заново получаем эти знания. И все меняется. Ну вот, как говорит мужчина, это прям такое открытие для меня было. И то, что не обязательно, например, если ты боишься делать вдохи рот в рот, можно не делать этого. Главная твоя задача качать вот этот вот, этот компрессию это делать. Случаи, когда отдыхающие становятся жертвой водной стихии, происходят часто и каждый раз по разным причинам. Основные ошибки. Они бросают своих детей, без присмотра оставляют на пляже. Не следят за ними. Дети залезают в воду. Там резкий сплав, резкий уход глубины. Так что ребенок буквально считанные минуты может пропасть из виду и утонуть. А еще ошибки. То, что сюда приходят не позагорать, отдохнуть, а пьют, распивают, курят. В общественном месте залезают в воду пьяными. И вследствие этого не хватает им сил. И они теряют самоконтроль, включают панику и вследствие этого тонут. Но опьянение далеко не единственная причина, по которой люди тонут. Опасными могут быть резкие перепады температур, когда люди, разогревшись на солнце, кидаются в холодную воду. В этом году утонуло 7 человек. Спасено было 8. Это с начала года. Ну и люди должны сейчас понимать, вода еще недостаточно прогрелась. Лучше пока временно от купания, я считаю, вообще воздержаться. Она должна быть 20-22 градуса. Организаторы надеются, что такие мастер-классы помогут сократить количество жертв в купальный сезон. Рифат Фаткулин, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.